Всем привет! Продолжаем серию обзоров из магазина Икея Нижний Новый Город. Меня зовут Татьяна. Данный обзор мы подготовили по просьбе одной из наших подписчиц. Нас попросили показать все коврики для ванной, которые вообще сейчас на данный момент продаются в Икее. Здесь есть и новинки, и старые, поэтому что-то вы можете увидеть на сайте, что-то вы не видели вообще. Пойдемте. Первый коврик серия цена ниже, каркин, то есть минимальная цена, дешевле коврика нет. Он только в таком цвете, стоит 119 рублей, 120 без рубля. Артикульный номер, произведем в Китае. Вот такой вот ворсик, полностью синтетический. Говорят, что довольно-таки быстро затирается, но тем не менее, его можно стирать. То есть вид он принимает. Прорезиненный. Размер у него 36 на 57, он не окрашен. Коврик для ванны Блокшон. Плотность 800 грамм на квадратный метр, то есть это такое плотное полотенце. Стоит 399 рублей, размер 50 на 80. С одной стороны он вот такой, и обратная сторона. Он не прорезинен. В принципе, можно пользоваться что на ту, что на ту сторону. Я думаю сильно... Ну, конечно, видно, что вот здесь это внутренняя кромка, да, но если постелить, в случае необходимости, домашнее не заметить. Это Индия. Следующий подобный коврик. Феллорен. Тоже 50 на 80. Он в двух цветах. Стоит 399 рублей. Белый и серый. Тоже принцип плотного полотенца. Одна сторона гладкая, вторая в ромбик. 60 градусов стирка. Тоже произведет в Индии. Белый. Идентичен с серым. Отличается только цветом. Так, по стеночке или как вот идут? Ну, давай вот здесь, чтобы потом не бегать. Есть ряд резиновых ковриков. Они все на липучках. Это коврики для душа. Очень удобно, когда куда-то едете с детьми. Мы, например, когда куда-то едем и снимаем квартиру посудочную, у меня всегда с собой подобный коврик, чтобы мыться и не думалось. Вроде бы и ванну сполоснешь, но, по крайней мере, соприкасаешься со своим. Значит, круглый. 349 рублей. До по 46 сантиметров. Темно-серый. Сделан он у нас... А, даже что-то... Молодец. Так, вот такой прямоугольный. Тоже за 349 рублей. С одной стороны это пупырки, а с другой стороны вот... То есть он точно такой же. Он идентичен полностью к круглому, только светло-серый цвет и форма другая. Тоже Малайзия. И знаменитый икеевский коврик Крокодил. 249 рублей. Серия Патруль. Уже грязненький. Вот так он выглядит в принципе. Его можно стирать при 40 градусах. Да. Он из серии Kia Family. Тоже Малайзия. Тоже Малайзия. На 90. Белый цвет. Будут сейчас другие цвета. Белый цвет стоит 549 рублей. Обратная сторона. Она и не прорезиненная, но тем не менее есть небольшая обработка. И коврик очень хорошо пристает к плитке, не скользит. Мы такой коврик используем в качестве подстилки для нашей собаки. Наша Акита спит на таком коврике. Этот цвет новый бежевый меланж. И он чуть меньше размером. Он 50 на 80, а этот 60 на 90. Бежевый. 449 рублей. А давай его сравним вот так с белым. В принципе высота одинаковая. Кромка тоже. Но отличается только размером. Отсюда экономия цены. То есть меньше размер. Соответственно меньше цена. Так. Произведено. В Китае. Интересно. Текстиль в Малайзии. Это в Китае. Резина в Малайзии. Значит так должно быть. Товбу есть в розовом цвете. Серый меланж. Новая серия ковриков. Есть точно такие же полотенца. Вик Фьорд. Вик Фьорд. 50 на 80. Синий и красный. Давайте посмотрим поподробнее. Это новинка. И так еще изучено. Плетение. Как у плотного махового полотенца. Обратная сторона. Обратная сторона. Причем смотрите. За счет окантовки можно пользоваться с любой стороны. Стирка при 60 градусах. Сделаем в Индии. Просили вот такого плана коврики. Но прорезиненные. Друзья мои. Вот такие текстильные коврики прорезиненными не бывают. То есть либо это высокий ворс и резиновое основание. А коврики по принципу полотенец с резиновым основанием не бывают. Сейчас мы его сложим. Точно такой же синий. Цена такая же 399 рублей. Есть полотенца из этой серии. Поэтому если хотите его организовать в одном цвете. Очень удачное сочетание. Плюс можно всегда сушить. Стирать. Не думая о том, что может что-то где-то развалиться. Пойдем сюда. Альм Тьор. Ребята, на нем спать можно. Это прям вот пушистый-пушистый. Нас периодически заказывают клиенты. Обновляют. То есть не все используют для ванны. Одна клиентка берет эти коврики под ноги. То есть возле спальни стелит. Он приятный. То есть у него даже руками утопаешь. Он хороший. 65 на 100. Микрофибра. Единственное, что все-таки я сравниваю с Грошоном. У нас Грошон долго был. Сминается. Вот насчет этого вроде бы нареканий не было. Но я думаю все равно утаптываться будет. Хотя можно постирать. Стирка у нас на... Стирка, кстати, ручная. То есть чуть теплая водичка. 40 градусов. Максимум. Сделал в Китае. Обратная сторона у него прорезиненная. О чем я говорю, что тонкие коврики прорезиненные не бывают. То есть это вот либо такой уровень. Ну, кроме Каркина. Грошон. И зелено-синий. Я до сих пор помню, как беременная почти 5 лет назад бегала за этим ковриком. Вот бзик был. Нужно было купить его. Это коврик для туалета. Тоже прорезиненная основа. Такого нежно-мятного цвета. 50 на 60 размер. Стирка у нас 40 градусов. Где сделано? Закрыто. Посмотрим. Сделано в Индии. Новиночка. Коврик Санда Трескет. Есть точно такие же полотенца из этой серии. Он прорезиненный. Коврик яркий. Посмотрите картинку. Высокий ворс, как у коврового покрытия. Он уже не будет так сминаться, проминаться. Все-таки такая активная ванна. Я думаю, все-таки не маленькое помещение должно быть, чтобы такой коврик использовать, чтобы он не давил. Борвало. Выходящий из ассортимента коврик. Увы, их больше уже практически нет. Сегодня будем узнавать по наличию, поступят они еще или не поступят. Потому что клиенты просили. Давайте мы заодно его покажем. Бывает так, что на Авито где-то выбрасывается объявление, чтобы было понимание, что за коврик. Разноцветный микрофибра 60 на 90. Тоже прорезиненный. Такие вот ворсинки. Коврик этот лежит уже очень давно. И видно, что его затерли. Вот таким вот образом он будет эксплуатироваться, проминаться. Так, ТОВБУ синий будет дальше. Это мы уже смотрели. ТОВБУ продолжаем 60 на 90, 549 рублей в синем цвете. Кстати, исчезли коврики ТОВБУ для туалета. Я их вообще не вижу. Остались только ванна. А раньше комплектации были и зеленые, и оранжевые, и серые были. И все были туалетными. Так, ТОВБУ разноцветный. 499 рублей. Очень половичок напоминает бабушкин. Ну, такое веселое сочетание. Можно и синие полотенце и лить. Кстати, здесь вот фрейн как раз по цвету похожа. Пойдем в следующую полку. Одинаковые коврики Вакшон. Есть полотенца точно такой же серии. Они прорезиненные. Но это опять же микрофибра. То есть маленькие ворсинки. Рисунок полностью повторяет рисунок полотенца. Поэтому сочетание будет. Но он маленький. 40 на 60. То есть это маленькая ванна либо два коврика. Получается у нас бирюза. Темно-серый, бледно-розовый и темно-серый. 4 оттенка, как и у полотенец. Они хорошо стираются. Показали себя коврики очень хорошо. То есть нареканий по эксплуатации нет. Ходят долго. Новинка. МТН. Привозили мы два раза коврики. Пока не могу сказать, как будут эксплуатироваться. Плотненькие. Ворс примерно как вот у мятного коврика под унитаз. Здесь, покажи, пожалуйста, два вида плетения. Такой крупный барашек и помелче. Крупный барашек, он как бы более плотный, да, вбит. Здесь более длинный ворс. Стоит 699 рублей. Прорезиненный. Стирка 40 градусов. Цвета. Темно-синий, темно-серый, бежевый. Такой классический бежевый. Сейчас мы дойдем дальше. Серый. Потом очень красивый, сиреневый, лавандовый цвет. Очень многие ванну оформляют в таком цвете и ищут коврики. Вот, ребята, коврик появился. Классический белый. Ну, а бежевый мы уже смотрели. Слушайте, а это все. Ковриков для ванны больше нет. Уважаемые подписчики, кто просил, увы, ничего подходящего в Икее не нашлось. Чтобы была прорезиненная основа, но верх был как у полотенец. Так что, то, что есть. Обзор, возможно, получился коротким, но, в принципе, больше про коврики для ванны, наверное, не скажешь. Всем спасибо. До новых встреч.